Работа проводилась в необычные сжатые сроки. Если концепция автомобиля была принята в апреле 1997 года, то последующая работа была организована таким образом, что уже в марте 1998 года появились первые носители шасси этого автомобиля, а к началу 1999 года первые полнокомплектные автомобили, участвующие в лабораторных и дорожных испытаниях. Смелые дизайнерские решения определили стиль нового автомобиля. Стремительность и выразительность экстерьера, пластика интерьера делает ГАЗ-3111 эффектным и узнаваемым с первого взгляда. В нем отражены и развиты традиции стиля, воплощенные в лучших автомобилях марки ГАЗ. ГАЗ-3111 ГАЗ-3111 имеет оригинальную и выразительную внешность с традиционными для автомобилей Волга элементами, такими как облицовка радиатора с вертикальными ребрами, изящные декоративные молдинги, окантовки стекол, а также стилизованная под птицу накладка на крышку багажника. Все это дополняет и подчеркивает пластичность, элегантность внешнего вида этого автомобиля. Архитектура интерьера выполнена в едином стиле с экстерьером. В интерьере использованы новые прогрессивные виды обивочных материалов. Декоративные элементы имеют покрытие под хром и отделку под дерево. Как и во внешнем виде автомобиля, так и в интерьере чувствуется оттенок ностальгии. Белый ободок спидометра и округлая форма комбинации приборов напоминает панель приборов легендарной 21. Элементы фирменного стиля газа органично сочетаются с тенденциями мирового автомобилестроения, с принципами формообразования кузовов легковых автомобилей. Высокие аэродинамические качества ГАЗ-3111, тщательно выверенные линии и пропорции, современный динамичный силуэт, прогрессивная светотехника, оригинальные цветофактурные решения – все это из практики автомобилестроения, основанного на тщательной проработке конструкции и высокой технологии. В основу концепции конструкции ГАЗ-3111 заложены новые конструкторские решения с новыми потребительскими качествами при использовании элементов платформы, унифицированных с автомобилем ГАЗ-3110. Это и тормозная система, это элементы трансмиссии и подвески задних колес. Новая рычажно-пружинная подвеска передних колес имеет двойные поперечные рычаги и шаровые опоры вместо шкворня, применяемого на ГАЗ-3110, что обеспечивает большой ресурс шарнирных соединений, не требующих смазки во время эксплуатации. Волга ГАЗ-3111 соответствует современным автомобилям своего класса по четкости управления. Применение реечного рулевого управления со встроенным гидроусилителем позволило уменьшить количество оборотов при вращении рулевого колеса от упора до упора, а новая подвеска передних колес и модернизированная подвеска задних колес уменьшить крены кузова при маневре и повысить устойчивость автомобиля. Можно сказать, что ГАЗ-3111 ориентирован на более спортивный стиль вождения. Новая Волга обеспечивает высокий уровень комфорта. Автомобиль имеет просторный салон, полезная длина которого увеличена по сравнению с предшествующей моделью более чем на 100 мм. Улучшена эргономика. Передние сидения имеют множественные регулировки положения, в том числе по углу наклона и высоте расположения подушки. В сочетании с возможностью регулировки угла наклона и длины рулевой колонки это позволяет водителю любого роста и комплекции выбрать для себя оптимальное положение за рулем. Впервые на автомобилях ГАЗ применена антиблокировочная система тормозов, разработанная специально для автомобилей Волга, в сотрудничестве с фирмой Роберт Бош. Для обеспечения пассивной безопасности предусмотрена установка додуманных подушек для водителя и пассажира. Никого не нужно убеждать в том, насколько важны устойчивость и управляемость автомобиля для обеспечения безопасности, а также эффективности торможения. Особенно, когда дорожные условия неблагоприятны. Вот так ведет себя автомобиль во время испытаний без АБС. Он едет со скоростью всего 60 км в час, и при резком торможении на скользкой дороге колеса блокируются, и автомобиль может потерять управление. Совсем иначе ведет себя автомобиль при таких же условиях с включенной антиблокировочной системой. Колеса не блокируются при торможении, и автомобиль сохраняет управляемость. Новая антиблокировочная система входит в стандартную комплектацию ГАЗ-31-11. Комплекс стендовых и дорожных испытаний показал, что автомобиль ГАЗ-31-11 соответствует современным требованиям по экологической безопасности, по пассивной безопасности, и, что особенно важно, при защите водителя и пассажиров при боковом и фронтальных столкновениях. Конструкция передней и задней частей кузова с зонами программируемой деформации равномерно распределяет и поглощает энергию удара, сохраняя жизненное пространство пассажирского салона. Жесткость, прочность и долговечность нового кузова находятся на уровне зарубежных автомобилей-аналогов среднего класса. По отношению к кузовам предшествующих моделей увеличены изгибные и крутильные жесткости кузова, улучшена шумоизоляция. На ГАЗ-31-11 предполагается устанавливать несколько типов двигателей. Основным в гамме двигателей является бензиновый четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ-4052, отличающийся от уже хорошо известного двигателя ЗМЗ-4062, увеличенным до 2,5 литров рабочим объемом и мощностью до 155 лошадиных сил. Это позволит получать более высокие динамические и скоростные характеристики при невысоком расходе топлива, который составляет не более 11,5 литров на 100 км в городском цикле. Возможна установка целой гаммы бензиновых двигателей, в том числе и V-образных, а также дизельных двигателей. В стандартную комплектацию входит пятиступенчатая коробка передач. Прорабатывается также вариант с автоматической коробкой передач. В стремлении бережно относиться к окружающей среде предусмотрено оснащение автомобилей ГАЗ-3111 нейтрализатором отработавших газов. Новая «Волга» — это наша удача. В определенном смысле слова этот автомобиль победы 2000 года. Развивая успех, мы работаем над расширением типажа легковых автомобилей, и уже сегодня на полигонах ГАЗа проходит испытание прототипа новых автомобилей, автомобилей нового поколения. Новая «Волга» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok